Неужели сейчас появится какой-то герой на мид, а ОД будет здесь кэрри? То есть не совсем не ясен банк вопы. Есть вероятность, что может появиться какой-то персонаж на центр еще, а ОД может отправиться на легкую линию. То есть они могут участвовать в таких персонажей, которые можно отправить как на мид, так и на кэрри. Это касается ОД и второго персонажа. То есть Блаттикер такой герой и спокойный. Можно идти на мид, можно идти на легкую линию, и там и там этот герой себя... Находит. Есть какие-то герои, которые не так классно реализуют себя на легкой линии. Например, Тамплар Ассин. На центре она себя чувствует комфортно, получает высокий уровень, фармит леса, фармит эншентов. А вот на легкой там не все так гладко и по опыту, и по возможному фарму леса. Ох. Все, бонус-тамин-то весь улетает. Нужно ИСу принимать решение. Бристалл Бэк вообще появляется. Долго ребята думали над этим пиком, и очень быстрый ответ в виде Арквардена. Ох. Грязно, конечно, закрывает гипоманьяки. Тимбер, туда же еще и Аркварден залетает. Но, правда, Аскаманы тоже хороши. ОД и Бристалл. Ох, эта игра может затянуться на самом деле. Эта игра может затянуться. Ну ладно, посмотрим. Новый персонаж сегодня мы также не видели. Арк. Бристалл Бэк на 22-й пик от Суприма. И Бристалл Бэк, который также пока замечен в драфте не был. Вот это поворот. Бэби Найт на ОД. Эйс на Бристалл Бэке. То есть это кэри Бристалл. Это сложный ЛЦ. И все-таки просто мид ОД против Арка. И здесь Тимбер также будет исполнять, ну, такую номинальную позицию кэри. Хотя мы понимаем, что кэри Бутарк, а все остальные будут просто активно... Ну, понятно, что Тимбер раскачается нормально, то и он тоже может быть очень полезен. Тем более здесь та же Мирана против Тимбера не так эффективно работает. То, что она там стрелять будет, это не больно. Это вообще не ощущается. Ну, интересно. Очень много жирных героев у Аскаманов. Фандайнг, ЛЦ, Бристалл Бэк, в какой-то степени УД, там, покупая несколько предметов, становится очень непростой целью. Здесь все-таки есть сладкие булочки, Рубик, ЦМ-ка. Да тоже Арк, тоже, знаете, герой не самый плотный. И героя, которому нужно время, нужно пофармить. Нужно хорошо пофармить. Ну, в общем, за линией Арк против УД, либо какой-то другой, мы будем смотреть прям пристально. Потому что, по-моему, это самое интересное, что может произойти. Эти герои могут формировать вообще всю игру. 25 уровень УД снова. На прошлой карте, я напоминаю, это УД проиграл. От Бобби Найта, несмотря на его высокий уровень ДТ+, следовали ошибки, которые, наверное, не должен допускать Бобби Найт. Учитывая опыт игры на этом герое. Дальше. По расписанию у нас Wind & Rain играет с командой Liquid. Поэтому, если хотите посмотреть за обновленными Liquid, в скобочках за X-Align с полном составе, то не забудьте остаться на этом канале. Ставят вот такой вот простой вард. О, да, очевидно, прибегал сюда вторым, поэтому поставил вард... Скорее всего, понимаешь, что ставят его вард противника, и в итоге этот вард остался незамечен, и, скорее всего, его никто не уберет. Ну, по крайней мере, с большой вероятностью, никто его там искать не будет. Undying хорошо работает против силачей, по типу Бристлбека, по типу ЛЦ. Но вот пока они в одной команде, к сожалению, так получается. Ну, против Бисмастера это на самом деле тоже неплохо. Тоже это силач. Можно высасывать силу. Почему бы и нет? Полетели светлячки. Больно, но не критично. Прокачи на первом уровне вообще гу. Такой вот интересный выбор. И... хотят убить кабанов. Да, убивают кабана. Неплохо кабаны опоют не то что по золоту, а вот именно по опыту. И фидеть ими не стоит. Ну, хорошо, посмотрим, как эта прокачка вообще повлияет на ход линии. Гу уровень 1. Не спрей. Не уж пассивка, которая так и называется, как и персонаж. Ну, интересное начало. Такая прям происходит встреча до крипов. Ребята не фармят. Ребята просто здесь веселятся. Еще, по-моему, одного добивает кабана андаинг. И почти берет себе половинку второго уровня. Первый-то у него номинально дается сразу. И вот оно противостояние Аркварда на Йоудэ. На такое самое, у меня так, интересное. Понятно, что даже сейчас Суприм проиграет мид, но не сильно, то он вернется в игру. Это не проблема. Всегда можно переходить, будет в лес. Но пока он мид-то особо не проигрывает. Уровень 2 у Айса появляется. Теперь уже под гу можно и спрей взять. А Рубик ломает линию, бьет крипов. И андаинг никак этому противостоять не сможет. Погибает кристалл Мейден вовсе снизу. Залетела 5-секундная стрела. И этого хватило. Для того, чтобы оформить ФБ. Ну, наверное, к крипстату мы вернемся через минутки 3-4. Потому что сейчас там смотреть разницу на 3 крипа, когда там у одного героя пачка добитого второго нет, просто бессмысленно. Делать какие-то выводы не стоит. Попозже. Попозже мы поговорим о этой линии. Пока вот боковые линии чуть поактивнее, особо вот эта верхняя. Тут прям очень много действий. Бристалл уже спрей взял. Три манга. Маны хватает. Стики там и там должны быть куплены. Рубик тоже не помешает этой стике как-то сейчас подойти и взять. Даже в угоду какого-то ботинка. Стики намного будут полезнее. Можно будет спамить почаще тот же фейтболт. В общем, надо брать стики. Тимбиро левел 2. Оставляет его здесь одного. Знаете, на самом деле, совершенно правильно. Нет смысла здесь оставаться с ним. Ты воруешь у него опыт. Убить его в соло здесь не смогут. Вот эта дабла в соло одного этого соло героя убить не смогут. А Кристалл Мэдн здесь стоит и просто реально ворует опыт. Никакого импакта. На топе можно будет хотя бы реально повеселее себя чувствовать. Даже пытаться этого андайинга убивать. Насчет Бристаллбека не уверен, а вот андайинга запросто. А Тимбиро пусть внизу фармит. То есть Мирана, скорее всего, тоже в какой-то момент просто уйдет, потому что здесь нечего ловить. Какой красивый эффект. Офигеть. Что это такое? Очень красиво выглядело. С ума сойти. Это у всех так? Это вот это Аур, как я понимаю, так работает. Да неужели? Ладно, я, честно говоря, первый такой эффект вижу. Я по шмотку непрофессионалу, что тут, как кажется, все выглядит супер эпично. Либо это у меня дота лагает. Не знаю. С восьмой час комментирования я уже что-то могу не понимать. Так. Пассивка в два. Вот так вот можно уже под башней погулять. Ну, разумеется, хассажирот он теряет крипов. Ранж-крипов не добивает. Не очень-то классная новость. Что-то он здесь добьет в этой пачке, но два ранж-крипа уже потеряно. По-прежнему 0-1. ОДМ. Ну, наверное, уже можно говорить, что немножко ему тяжеловато здесь стоять. Арк уровень 4. Ну, сейчас за счет Астрала, наверное, каких-то крипов сможет поддобивать. Но нет, ошибается. Крипа не донает. Ладно. Возвращаемся на топ Бристлбэк уровень 4. Особо тут Андайнка неопыт не ворует. Только уровень 3. У Бристлбэка уже 4-й почти с половиной. И начинает изгонять. Ну, как минимум Кабана убьет. Ну, а как максимум просто отсюда уйдет. Убить он никого здесь, конечно, не сможет. Атака на центр. Через стрелу. Аркварден принимает под Астрал стрелу. Но вот как-то урона... Урона-то не хватает, да. Хотя, казалось, знаете, 5-секундная стрела почти для любого героя. Это смертный приговор. Но 2 в рейзе. Фэри фаер. 1020 хп и 3 брони. И как-то вот прям не хватило. Не хватило даже близко. Снизу продолжается примерно равный фарм. Аркварден все-таки погибает, да? Да ладно, еще одна стрела под Астрал. А, ну... Или просто там кулдаун все-таки на Срава Большой. Просто, видимо, стрела залетела. Попала. Прошу прощения, что этот фраг я упустил. Как-то я был уверен, что Аркварден уже больше не убьют. Но вот умудрились убить. Умудрились убить. Бристлбеку здесь не могут ничего сделать. Вот так вот выходят. Но хотя мало хп остается. Стиков у него нет. Но если идет дальше. Кидает больше стаков. 3 стака спрея. Идти дальше как-то не хочется. Потому что понимает сам Бристл, что может погибнуть. И лучше не рисковать. Снова готовится Мирана атаковать. ОД появляется ультимейт. Даже немало интеллекта остается наворованного. Но пока Мирана просто фармит лес. Да, Мираны сегодня хороши. Здесь, конечно, не нужно быть гением доты. Достаточно. Ну, хотя тайминг Астрала тоже соблюсти нужно. Ладно. Тут тоже нужно быть небольшим гением, чтобы по таймингу все четко сделать. Так. Астрал на себя. Все равно должна быть попытка дать стрелу. Стрела пошла. Стрела попадает. Выходит, ОД начинает бить. Ультимейт есть. Но два телепорта. И это, конечно, много. Они сразу же отменяются. Но хорошо. Это ведь все равно неплохо. Появляется окно. Там 70 секунд, когда Иера не сможет прийти помочь. Два саппорта без телепорта. Это как-то грустно. Телекинез на андайинга. Андайинга ставит Тамбу. Тамбу быстро разрушить не получится. Бристалбек начинает играть кристалмейден. Приходит сюда ЛЦ. Должна быть дуэль Рубика. Должна быть легкая дуэль. Посмотрим. Да, да, да. Должно быть выигранное 10 урона. Хорошее начало. Кристалмейден пытается убежать. Еще один спрей. И взрывается. И саппорт ЦМК. Без телепортов оба. То есть вот эта атака на центр. Она сейчас позволяет выиграть много времени. Пока саппорты будут идти пешком. Они быстро переместятся на одну из линий. Приятный момент. То есть вроде как Арквардены не убили. Но тактический момент был выигран. Потому что два телепорта от саппорта. Два телепорта от саппорта. Которые они отменили. И оказались сейчас без них. И в итоге сейчас они пешком. Только-только-только доходят до линии. Теряют секунд 30. Ага. Стрела. От Тимбера. Начинает Тимбера бить. Есть ультимейт. Скорее всего придется дать. Маны сжигают. Но недостаточно. Убить не получается. Фэрифайр. Тимбер пытается убежать. Слишком сильно он регенится. Маны больше ОД нет. И... И все. Убивает. С трудом. С трудом. Бобби Найт. Вместе с Новой делает фраг. Старшторм очень вовремя залетел. Параллельно атака на топе. Дуэль снова выиграна. Легион Коммандер 6-0. Пока тотальное превосходство. Посмотрите где находится Мирана. Где находится Арк. Бисмастер. Мирана. Урна. Базила. И там может появиться очень быстро. Спирит Весел. Который Матимир просто не готов. Атака на Кристалл Мейден. Кристалл Мейден. Фраг сделан. Андайинг получает пресс за атаку. И флюк сбрасывается. Арквардер начинает пинать. Пинать настоящего. Много урона по нему. Оц. И есть смерть еще и на Суприме. Прячется Андайинг. Идет клон до конца. Телепорта нет. Поэтому Мастер Рис здесь погибнет. Но как можно больше времени попытается выиграть. Хотя про телепорт-то его никто не знает. Да? И ночь на дворе. Не видно Андайинга. И никто его не проверяет. С ума сойти. Он сейчас может просто дождаться. Пойти подднаиться. Наверное. Хотя он может отсюда и уйти. Есть такой вариант. Он просто вот так вот. Ну нет. Здесь пройти тяжело. Там стоят в Рейсе в 4. Они Андайинга уничтожат. Андайинг ставит в арт. Ждет момента. Да надо идти динаиться, наверное. Надо идти динаиться просто. Ждет когда. Старт. Внимание. Не. Ну нахер. Так, там на топе, да? Что-то происходит. Ага. Снова тимбер. Астрал. Закрыли. Тимбер чейн. Кулдаун и секунду. Все нормально. Хотя непонятно, куда ему уходить. Ага. Тут дуэль будет. Вот чем поворот-то. Успеет ли убить за дуэль? Наверное, нет. Успеет ли вообще убить? Да. Стрела. 5 секунд. Без вариантов. Фандаинг наконец-таки дошел до своей точки. Смог просто вот так вот пройти, видимо. И никто его не наказал. 9-0. Тотальное доминирование команды Аскамана. Ну мы это уже видели. Но здесь прям все очень хорошо. Здесь прям все очень хорошо начинается. Аркварден дофармливает Мидас. Бристалбек. Вангвард. То есть такой пик, который реально может идти тушить. Просто ЛЦ 20 урона. Очень хороший показатель для такой минуты. И драться вообще неохота. Вообще нет желания. Вы просто посмотрите на этих героев. Монлайт активирован. Такой защитный скорее, да? Стрела в ЦМК все же долетает. Пытался все в ЦМК уйти. Но с Венглайсом, знаете, далеко не убежишь. Приходит Тимбер. Есть дуэль. Есть Астрал. На Шрайне драться здесь нельзя. Или хотят. Ну если успеть. Шрайне активирован. Будет ли ультимейт? Да, будет ультимейт, чтобы выиграть дуэль. Да еще и ману сжечь и Тимберу. Аркварду. Но как же Аркварду на этот клон неудачно прилетел? Ну ладно. Не так страшно. Это клон всего лишь. Астрал Тимбера. Контроля больше нет. Тимберу, правда, особо и деваться некуда. Потому что на Тимберче недалеко не уйдешь. ЦМК ультимейта нет. Кристалнова. Аркварден, стынающий, начинает бить по Боббина. Эту стрела залетает. Ну просто позицию неприятно меняет. Для ребят приходится расходиться от стрелы. Тебе там какой-то пайп. Плюс даже Кримсон. ОД будет просто бить. Ну а Мирана просто купит Спирит Весел. Невероятно быстро. И все это позволит душить. Душить противника, который пока до сих пор не может догнать Мирану. Которая перегоняет Арквардена и Бисмастера и Тимберсоу. Не забываем, что это Тимберкерри. Которому здесь не сладко. Который много умирает. Которому придется покупать какой-то быстрый Лотус. Либо Юл. Но Юл подешевле, поэтому пока выбирает Бум именно его. Правда Лотус все-таки позволяет быстро вернуться в драку. А в Юле ты летаешь там 2,5 секунды. Тебя в драке нет. Твою команду могут бить. Лотус нажал и пошел дальше драться. Все. Просил себя там этот Спирит Весел. Но правда еще Юл позволяет поднять Легионку в этот самый Юл. И дуэль будет не так эффективна. Хотел оттоковать Айса. Но спиной повернулся. Undying здесь. Ставится Тамба. Эйс. Стики нажимает. Нажимает Стики. Добить его не получается. Приходит Легион Коммандер. Будет контратака. Будет дуэль. Кристал Мейден. Отличная цель. И Кристал Мейден сейчас долю свою должна проигрывать. Дуэль. Поехали. Еще плюс 10. Итого 40. Это уже слишком много. Этого слишком много, друзья. И Хастажарот там отсюда убегает. О, да. Просто фармит. Забирает башню, как я понимаю. Снизу, да, побинает. На УД. Представляете. Пришел, забрал башню. Казалось бы, герои вообще не пушер. Но столько времени было. Стажарот там передумал. Слушайте, а может я керри буду? 40 урона уже есть. Дуэль уже есть. Рубик. Ну, тут от дуэли, похоже, не избавиться. Надо, правда, урона чуть побольше выдать. Но, похоже, будет. Да, будет урон. Еще плюс 10. Итого 50. 14-0. Еще, друзья. Ни одного фрага для маньяков. До сих пор. 15-0. Интересно, есть ли люди в чате, которые поставили на 10 фрагов для маньяков. Поворот. 15-0. 15-0. 8000 перевес. Вот это полет. Полет на дно для маньяков. Но я, честно говоря, считаю, что у них еще шансы есть. Притом процентов 30 даже. Окей, дата плюс говорит, что чуть поменьше. Ну, тут все, конечно, от ошибки идет противника. Стажаротан. Выход. Под дуэльку какую-то. Но урона не хватит. Или хватит? Или хватит? Старшторм. Стрела. А, ну окей, дуэль выиграна не будет. Но Тимберу убьет. То есть, ладно. По факту у нас, если у ЛЦ все дуэли были удачные, а их было 7, то это было бы 70 урона. Я, честно говоря, такие цифры никогда не видел. Ну, на профессиональной сцене, конечно. 50 урона за первую дуэль. Только столько получить. Там, понятно, дальше идут побольше. По 18-26. Но это жесть какая-то. 16-0. Смоука. От маньяков. Есть шанс убить Мирану. Мирану успевает. Эти на липе. Слишком долгая анимация. Эрора. Выходит Андайник. Ставится Тамба. Что там ворует Рубик? Ворует Тамбу в ответ. Хорошо. Сейчас будет очень много зомби. Надеюсь, у меня компьютер выживет. Видопись мастера получает. 5-секундную стрелу. Сонет и клип. Ментальный минус 2. Дальше погоня Заркварда. Он пытается там контролить своего клона. Но, по-моему, всем наплевать. Выходит в свой купол. Пытается выиграть дуэль. Но ее проигрывает. Потому что выходит Андайник. 19-0. 19-0. На 15-й минуте стрела по Тимберу залетает. Пытается убить хотя бы 10-д. Но Тимбера не получается делать и это. 20-0. Я такого не видел давно. Что вот настолько прям. Какая-то ужас. Бристлбек вообще кайфует. Стоит. Один фармит. Контролятся баунтируны все. Игра может очень быстро закончиться. Сколько там шансов в Дота Плюс? Ой, это не то. 3% остается. 3% По-прежнему Мирана перегоняет всю команду противников. Всю. В том числе и первую, и вторую, и третью позицию. Ну, по саппортам тут без комментариев. Спирит Весел. 1600. Появятся Грифсы. Да даже появится Мека. Ох. Да, не сладко будет. Да, первая и вторая карты, конечно, отличаются невероятно. Если первая карта это какой-то прям качели туда-сюда, тут просто уничтожение. Просто уничтожение полнейшее. Посмотрите, что-то... Не, ну... Ну, нельзя так. Но это слишком. Это слишком. Первый фраг для маньяков. Но это... Хастажер там специально сделал. Просто пошел на фидил. По-другому, знаете, мне язык даже не поворачивается сказать. Баби Найт. Надо тястрал. Как-то убежать. Если телекинайз будет фейтбол через секунду. Но этого урона не хватит. 20 хпс. Перед Весел повесили на Баби Найта. Тимбер пытается дотянуться. Чакра Мэджик немножко не хватает. Ну, какой Чакра Мэджик? Чакрам, конечно. Чакрам. Кристалмейт он ультимейт. Мирана врывается вперед. Дает Старшторм. Быстро перекращает Фризенфилд. Закидывается Астрал. Закрывает еще и Рубика. Также убивает. 23-1. Но совершенно ненужная смерть для Легион Коммандер. Можно было так не прорваться. Один в пятерых. Но, возможно. Возможно, Хастажер Рота не знал, что там пять героев. Может быть и так. Рор. Непонятно. Врывается Баби Найт. Байбэк от Рубика. Еще один телепорт. Баби Найт. Есть форстаф. Нужно форстаф на себя на хайграунд. Сделать телепорт. Монлайт. И телепорта нет. Баби Найт пытается выкинуть лоу-граунд. Чакрам работы. Добивают УД. Пять сотен. Приятно. Еще один фраг на Миране. Шесть сотен. Врывается Легион Коммандер на Тимбера. Но Тимбера убить не проблема. И эта Легионка может драться дальше. На самом деле. Погибает Эйс. Нормально. Нормально так получается. Вся команда в погоне за Хастажер Ротан. Есть Астрала Трубика. Дальше топорики. Хастажер Ротан. Отца дает. Пытается убежать. Преза атак на себя. Фростбайт есть. Останавливают его. Антаник пытается выиграть время. Ставит Тамбух. Эстажер Ротан продолжает бить. Он нажимает стики. Закрывает его снова Астрал. Блинк здесь нажать нереально. Какой долгий Астрал. Жесть. От Рубика. За счет его пассивной способности. Но в итоге добивает. И Легион Коммандер. И... Ну это не камбэк. Но это совершенно ненужные... Ненужные драки для Аскаманов. Зачем это делать? Когда вы уже почти выиграли игру. Не совсем непонятно. Ну хорошо. Эта игра продолжается. Вот что у нас в итоге. 9 тысяч перевес остается. Всего. И нельзя так играть против Парк Вардена. Нельзя. Нельзя. Еще такая ошибка. И все. И соперник после этого уже это... Не отпустит. Он будет хладнокровно пытаться по чуть-чуть игру возвращать. 78 урона. Смоук активирован. Все это происходит под ястребом. Я честно говоря правда не увидел многочисленные пинги. По поводу того, что в герое исчезли. Возможно... Ну не знаю что возможно. Возможно не увидели. Потому что я не могу сказать, что ребята в особо там стоят в оптимальной позиции. Опа. ЦМка. Не рано выходит. ЛЦ понимает. Вот он урон. Дуэль. И выигранная дуэль очень быстро. 96 урона. На 19-й минуте. Вот я Blink for Staff. Блэкенбар для идеального набора джентльмена на этом герое. И просто пушить конечно. Просто пушить башни надо. И все. И не пытаться идти просто тратиться ни за что. Понимаешь, что ты кайфуешь от того, что убиваешь врага за врагом. Снова десятка возвращает преимущество ребята. Из команды Аскаманы. И потихонечку падает Т2 на центре. Выходит настоящий Аркварден. Оставляет клона. Понятно. Ну, на самом деле, это очень опасно. Очень опасно. Потому что кто его знает, куда там ОД может прыгнуть на своем линкдайгере. И ребята массово будут телепортироваться на топ. Прекрасно понимают маньяки. Это ОД выходит. Ну и просто будут отпушивать. Тимбер Ю. Первый его такой серьезный предмет. И вот они, шантики, потихоньку-потихоньку появляются. Потому что одна такая драка. И, ну, пять минут, сейчас это время уже выграно. Когда Аркварден может пофармить. Аркварден выходит неожиданно из позиции самого низа на третью. Он очень близок к Бристлбэку и Кодэ. Ну и по факту, такой сейчас единственный реально опасный герой. Ну а Тимберу много предметов вообще не надо. У него просто уровень высокий. Он достаточно танковитый. И даже без предметов может выдавать хороший урон. Рошан тайм. Скан активирован. Арк ставит тут в рейс. Но дальше что? Активируем онлайн. Рошан падает слишком быстро. Много минус брони. Ну, ребята знали, что там Рошан. Ну, в общем, никак больше этой информации использовать они не смогли. В свою выгоду. Готовится дуэль. Форстав толкает. СМК. Расставляет ребята варды. Находит варды противника. Минус абзерб. Минус центре. Но, как минимум, игра немножко даже сухарилась. Потому что перестали с команды ходить всю карту убивать. Перестали пушить. Башни стоят. Тай-2 на центре. Тай-2 на топе. Бисмастер тоже постепенно что-то дофармит. Тимбер после Юла. Выход в Олибарду. Аркварден. Трэвелады фармливают после Мьолнира. Тоже нормально. Да. ОД почти догнал. ОД. Ну, конечно, тут БКБ надо. Хекс это круто. Нужно сначала Блокенбар. Ондайнк видит Бисмастера. Увидит. Или не увидит. Даже не увидел. Одно дерево перекрыло проход. Не было видно. Снизу. Трака, где никто не погибнет никогда. Бристал против Тимбера. Что может быть веселее? Наверное. Да ничего не может быть веселее. Да. Один. Один выход. Сейчас полностью засухарил игру. Стороны Аскаманов. Они просто перешли в лютый фарм. Легион Командер тоже Блокенбар бы не помешал. Я думаю, что он передумает по поводу Шедоу Блэйда. Сильвер Рейдж, как я уже говорил, против Тимбера не такой эффективный предмет. Да и Тимбер здесь не проблема. Давайте будем честны. А БКБ позволит тебе хотя бы задуэлиться? Или Аганим купить, да? Наверное, все-таки БКБ поинтереснее будет. Чтобы тебя не Юлили там. Спокойно в дуэли работал. Ну, то есть сейчас будет моментально Юл. Ну, хотя ладно, не будет здесь Юла никакого. Там Боби Найт с Блокенбаром. Добивает Арквардена. Аркварден с Байбэка. Может дать Саниси Эклипс. Чтобы наверняка Тимбер поднимает себя в Юл. Саниси Эклипс есть. Перед Весел есть. Добивает и Тимбера. Выкупаться Аркварден не хочет. Ну что ж, дай бог ему здоровья. Рубик ворует Саниси Эклипс. Может выдаст его в ответ. Правда, эффективность от него будет крайне мала. Монлайт. И ребята уходят. Аркварден выкупаться не хочет. Ну, странно, странно на самом деле. Просто ведь за Т2 упадет и Т3. Аркварден нет 25 секунд. Глиф выиграет 6. Ну, за это время ребята могут успеть снести казарму. Рубик сейчас только что выйдет. Саниси Эклипс даст просто, чтобы просто отдать. Врыв на Рубика. Никакого Саниси Эклипса от Рубика не будет. Рубик погибает. 70 секунд без него. Появляется Аркварден. Падает потихонечку мид. Так, залетает Купола от Суприма. ОД на самом деле любой момент может ворваться. Нажать Блинк и бить под Блэкенбаром, который через 3 секунды откатится. Потому что по этому Аркварду нужно быть аккуратнее. Крайне. Пока падает казарма. Бэби Найт. Нужно как-то ворваться. Найти момент. Еле живое Ноя. Уходит назад. Эйс остается бить казарму. Может быть дождаться дуэли. До нее еще 20 секунд слишком долго. Тогда ребята просто заберут казарму и уйдут. Ну, на самом деле, не особо. Прям-то и трудом. Хотя Эйса пытается убить. Надо Кримсон активировать. По-хорошему. Кримсон активирован. Пайп активирован. Врывается Бэби Найт. Начинает бить бедную ЦМку. ЦМка больно. ЦМка без способности погибает Кристалмейден. Выкупается сразу же Кристалмейден. Бэби Найт по-прежнему с Аигисом. Нет больше крипов. Вот-вот они подойдут. Рор. Сразу же Астрал. Мгновенно. Эйс идет дальше. Бить команду противника. Какие же все танковые. Хастажеротан выходит с дуэлью. Еле живой. Настоящий Аркварден. БКБ. Один удар. Минус Аркварден. Придется выкупаться. ЦМка с Байбэка. Бьет и Кристалмейден. Кристалмейден в таверну. Байбэка нет. Аркварден выкупаться не хочет. Видимо, играть уже не хочет вообще. Ну, его можно понять. Как тут выиграть? 5.32. Выкупается Арк. Хорошо. Тимбер начинает отрезать Бристалмейден. Бристалмейден больно. Тимбер чейн. Тимбер полетел перед Веселом. Юл есть, пока не активирует. Остается Тимбер-то на самом деле один против всех. И это можно использовать против него. Полетела зеленая стрела мимо. Это кто так форстафнул? Это он сам себя форстафнул. Гениально. Монлайн. Доль есть. На самом деле Арка напасть и убить. Игра закончена. Там хотят напасть на Тимбера. Наверное, так... Ой-ой-ой-ой-ой. Стрела еще одна. Попадает по самой Миране. Как иронично. Обрывается Тимбер. Там есть пресс-за атак. Эйс. Пошел просто вперед. Легион Командера пока ждет момента. Есть блинк. Можно обрываться. Врыв. Сразу же Телекин Нес. Хорошо. Но это не спасет, похоже, Арквардена с Байбека. Да, санятий Эклипс. Аркварден минус ГГ. Сразу же ГГ от Суприма. Это 1-1. Эта карта могла закончиться намного быстрее. Она могла закончиться на 17-18 минут. Она заканчивается на 25-50. Где-то 50. 25-50. Эта карта длилась. 5-35. У нас был в какой-то момент счет 20-0. Поэтому даже не такой плохой счет в конце для маньяков. 1-1. Не выявила эта встреча победителя. Командам придется добиваться получения очков в других матчах. Пока получается маньяки получают 1 балл. Итого у них 2 ничьи и 2 балла. А для Аскаманов это был стартурнир. И также в их активе 1 балл. А дальше смотрим за Wind&Rain против команды Liquid. Liquid это ex-Alliance. Я напоминаю. Это не те Liquid, которые были на International или были долгое-долгое время. Потом там изменения состава были в виде вихи. Это Alliance. Это Alliance в полном составе только теперь под новым тегнеймом. Поэтому паузу, уходим и ожидаем следующего матча. Продолжение следует...